КОНЕЦ 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 области и желаю приходить в эти общественные организации. Завершился фестиваль в концертном зале «Химика». И это был, пожалуй, самый торжественный и волнительный момент – церемония награждения. И первыми на сцену приглашаются победители конкурса видеотворчества. Лучшим среди детских общественных организаций признан волонтерский отряд «Пламя» из Исселькульского района. Среди молодежи первыми стали ребята из профсоюзной организации студентов Омского Государственного университета путей сообщения. В творческом марафоне «Моя Олимпиада» также выявили победителей и призеров. Так, третье место здесь заняли ребята из детского объединения правкомного Варшавской гимназии. Второе место у гимназии номер 76 детского объединения «Радуга». И победителями стали школьники из Павлоградского района объединения пионеров имени Тыторя. И вот дошли до основного награждения. Теперь с полной уверенностью о себе может говорить Вадим Проскурин из Павлоградского района. Его проект «Школьный двор. Уголок детства» признан лучшим среди детских идей. В соперничестве среди молодежи самым перспективным признали проект «Добровольцы детям-инвалидам». Его представила Антонина Майорова, студентка Омского сельскохозяйственного техникума. Сегодня это был грандиозный сюрприз. Я вообще этого не ожидала. Я уже третий раз участвую на «Студенте-лидере» и всегда, ну вот, второе, третье место. Ну что первое, я не ожидала вообще никак. Ну что же, в этом году награды форума среди активных детей и молодежи Омского региона нашли своих героев. Победитель конкурса в номинации «Лидер детского объединения» получил еще и путевку в ВДЦ «Океан», где примет участие во всероссийском конкурсе лидеров команды 21 века. Он состоится в ноябре этого года. Итоги регионального конкурса подведены, но активная и талантливая молодежь расстается ненадолго. С 7 по 13 июля ребята встретятся вновь, где уже будут соперничать в рамках популярного молодежного форума «Ритм-2014».